Чтобы сделать такую джутовую корзиночку, нужно купить джут. Вот 15 лари и вот такой вот джут толстый тоже 15 лари, сколько-то там метров, 300 рублей, очень дешево в Грузии. Итак, дальше буду подписывать, если что, читайте. Делаем вот такое кольцо и буду сокращать. СБН это столбики без накида. Делаем кольцо 6 столбиков без накида, потом надо стянуть. Если стянуло, значит все хорошо. Если что, останавливайте съемку и смотрите более медленно. В каждой петельке по 2 столбика без накида теперь делаем. Ставим маркер. Сначала в петельке 1 столбик без накида, в следующей петельке 2 столбика без накида. И ставим такие маркеры, чтобы не запутаться. Ну и потом такой же принцип чередуем в каждый третий по 2 столбика без накида, в четвертый, в пятый и так далее. Стенки делаем из толстого джута. Делаем его, вплетаем столбиками без накида. В принципе, очень все легко. Лишний джут, вот этот вначале, убираем тонким крючком. Обязательно крючком не отрезаем, чтобы у нас не развалилась корзинка. Вот так вот все спрятали. Видите, очень красиво, аккуратно получается. И это сейчас вы увидите немножко процесса работы. Ой, вот эта штука такая большая, толстая. Прям хочется ее парой побить. Ну все, отрезаем маленьким крючком, все убираем, чтобы было все аккуратненько. Ну и потом вы можете эту корзиночку, например, кому-то подарить. Лишнее тоже отрезаем. Как эту корзиночку можно использовать, сейчас тоже покажу. Ну, можно как головной убор, кандибобер. Да ладно, шутка. Можно класть туда книги. Очень удобно. Можно класть туда косметику, чтобы не было видно. Таблеточки туда можно класть. Вот так вот у меня получилось. Вообще очень удобно для всего.